Всем привет! Вы на канале Лара Абхазаманка. Сейчас я нахожусь в Адрире. Время пол первого дня. Мой поезд пол пятого дня. И мне ещё 4 часа нужно находиться здесь. Но, скорее всего, я сейчас оставлю вещи в камере охранения. И куда-то пойду. То ли на море буду сидеть, не знаю. Очень долго мне ждать. Я, друзья, никогда так быстро ещё не проходила через границу и не добиралась до вокзала с границы. Сейчас вам немножко расскажу, как я добиралась. Я вам говорила в предыдущем ролике, что через турагентство трансфер уже невозможно заказать. Люди не набираются и трансферов нет через турагентство. Ну, опять же, мне помог мой друг. Он нашёл машину. Машина, как и у него, мини-вэн. Значит, пол двенадцатого он заехал за мной. Погрузил все мои вещи. И с комфортом я, можно сказать, прошла границу, как никогда. Я так ещё никогда не проходила границу. Мост мы переехали на машине. Потом я вышла. Весь мой багаж, кроме чемодана, я чемодан только с собой взяла. Остальные мои сумки. Баулы остались в машине. Они как раз-таки больше всего мне баулы эти напрягали. Как бы я с ними шла через мост. Но всё хорошо. С чемоданчиком я зашла в здание. Буквально за две минуты прошла паспортный контроль. Три минуты подождала, пока пропустят машину. И всё. И мы покатили на ЖД вокзал. Отдала я за машину тысячу рублей. Но, поверьте, за тысячу получить такой комфорт очень как бы и неплохо. Потому что в том году я уезжала с Гагры через турагентство трансфером. И отдала я за него 500 рублей. Но это был разве трансфер по сравнению с этим? Это был не трансфер. Это то же самое, что я проехалась на двух маршрутках. Во-первых, я ждала его непонятно сколько. И перенервничала, пока он собирал всех людей по Гагре. А это я одна сидела, менее ввене. Одна. Так вот, я уже это самое. И про этот трансфер, и про этот перепутала. Немножко вас запутала сейчас. Так вот, тот трансфер в том году через турагентство я прождала ещё, нервничала. Я уже хотела с чемоданом идти на маршрутку. Звонила в туроператору несколько раз, где трансфер. А на тебе не волнуйтесь, не волнуйтесь. Скоро придёт, скоро он подъедет за вами. В общем, нервничать не пришлось. Нормально. В общем, трансфер тогда дождалась. Это был микроавтобус. Опять же, по Гагре мы ещё собирали людей. Потом нас высадили перед мостом. Мост с чемоданом, со всем грузом проходили самостоятельно. И проходили тот зал, который для всех туристов, не для которых приезжают на транспорт, а для всех обычный зал. Там в очереди было, знаете, сколько стояли. Потом водитель из этого микроавтобуса нас всех собрал. И мы гуськом пошли. Он искал другой микроавтобус, который был свободный. И посадил нас всех в другой микроавтобус. В общем, в принципе, то же самое, что я выбирала всегда на маршрутках. Вот такой трансфер у меня был в том году за 500 рублей. А сейчас просто супер, просто супер. Если бы я знала, что я так быстро доеду, я бы выехала, наверное, полтретьего из Гагры. И сразу бы пригримела на поезд. Но вот теперь мне приходится 4 часа, 4 часа где-то блуждать. Сейчас я вам покажу свои баулы. Ребята, огромный чемодан, рюкзак и два пакета. Представляете, мне сейчас надо заходить на вокзал. Кстати, я немножко покажу вам. Заходить на вокзал. Через ленту всё это. Весь мой багаж. Это сейчас мне будет неудобно. Потом экскалаторы. Сижу, ребят, всю вокзальную жизнь наблюдаю. Поезд, видимо, прибыл. Людей очень много. А я всё сижу, всё сижу. Пока на вокзал не идут. Ребята, покажу вам сверху. Вид сверху с вокзала. Остановка всеми знакомая. Люди мечутся. Я, ребят, замёрзла на улице. Ветер такой ледяной. Сейчас посижу немножко в зале ожидания. Потом отдам вещи в камеру хранения. И, наверное, сбегу магнит. Хотя даже не знаю, стоит ли бежать. Вроде бы, как я купила продукты в Абхазии. Но мне сейчас хочется кушать. Или нет. Даже не знаю, где покушать. В общем, хочу есть. Надо куда-то сбегать. Пожалуйста. Ребят, всё мне не слава богу. Я оплатила две ячейки сразу. Я не заметила. Там было выбрать способ получения чека. По электронной почте, на смс. И третья была просто чек напечатать. Вот как раз третья я не взглядела. Что нужно было мне нажать как раз на распечатывание чека. Я этого не заметила. И я выбрала способ получения электронного чека. СМС. Оплачиваю. Стою, жду. Никакого чека не выходит. Как обычный выходил чек из автомата. Никакой чек не выходит. Я опять по-новому. Ещё раз карту свою, это самое, Сбербанковскую, приложила. Ещё. У меня, значит, оплатилось. Я опять стою, жду чек. Чека нет. Это какой-то дурдом. В итоге я платила две ячейки. Мне пришло две смс на телефон. Как раз пришла женщина дежурная, недежурная. Я спросила, а где чек? Я стою, жду чека. И, по-моему, у меня два раза оплатилось. 200 рублей снялось. Ну, я смотрю мои смс-ки, да, я два раза оплатила. Две ячейки. В общем, сумасшедший дом. Хотела, хотела сэкономить, положить вещи на час, за 100 рублей всего лишь кабинку снять. А 200 рублей стоит 3 часа. Я решила сэкономить. В итоге сэкономила. Буду, вещи мои будут храниться час. Ну, оплачено, ну, оплачено 200 рублей. В общем, пошла я в магазин. Ребята, в общем, я недовольна. Какая-то вот новая система в этих камерах хранения. Обычно, когда кабинка сработала, закрылась и пошел отсчет времени. Здесь же получается не так. Пока я там мучилась еще со штрих-кодом, мне не получалось, не срабатывало. Вот. В итоге, наверное, промучилась минут 15. Не срабатывает, и все, штрих-код. И как вы думаете, время пошло с момента, как я оплатила эту ячейку в автомате. И мне на все про все теперь остается 35 минут. Я вообще ничего не понимаю, что в этот раз происходит. Или с моей головой что-то не то. Или я ничего уже не понимаю. Дошла до магнита. Дорога надо тут перейти. Слишком бурное движение. Ребята, бегу. Вот вокзал. Во всей красе. У меня время осталось 15 минут. Я должна успеть бегать в туалет и на море. Вперед и с песнями, Лара. Покажу вам, ребята, немножко вид. Вот с этого, как назвать, мусс, не мусс, парапет. Адлер. Адлер. Горы. Адлер. Море. Другой стороны. В зал. Ребята, иду, ругаюсь. Это ж надо быть такой лохушкой. Сама себя называю лохушкой правильно. Тормознутая лохушка. Вот надо ж было одеть очки и внимательно прочесть все операции. А я нажала смс, заплатила деньги два раза. Вот и все, бегом, бегом, бегом. Хотя вот еще раз говорю, в том году такого не было у меня, таких проблем. Я ничего не выбирала. У меня сразу чек выходил. И все, я с чеком пошла к этой ячейке. А тут все на телефоне у меня получилось. Чек на телефоне, штрих-код на телефоне. В общем, промучилась. Ох, ребят. Ну, что делать? Сама виновата. Сама виновата. Ну, неприятно. Так бы гуляла вот три часа себе спокойно, если бы я заплатила за ячейку с первого раза трехчасовую. А я вот так вот. В общем, ладно, забыли. Забыли историю. Как вы говорите, это пожертвование. Пожертвование вот такому красивому ЖД вокзалу. Хотя нервов он приносит достаточно, этот вокзал. Достаточно. И нервовы, и еще кое-каких неприятностей. Я вам куда присяду, буду ждать поезд. Расскажу еще кое-что. Что со мной случилось на этом ЖД вокзале. Три года назад. Какое солнышко сегодня. Я уезжаю. Море, море. Дальние дали. Когда я тебя увижу. Ох, красота. Красота. Но я пойду за чемоданом. Лифты, ребята. Алло. Алло. Ребят, перекусила я. И, в общем, время так быстро пролетело. Три часа, как один миг. Скоро у меня поезд. Знаете, что я хотела сказать? Вы видели, когда я на рынке покупала сыр. Я его покупала домой. И мне написали комментарии, что я его не принесу через таможен. Я его отнял. Никто у меня его не отнял. Тем более, сыр лежал в пакетах в машине. А я выходила на русской границе только лишь чемоданом. А все пакеты с моими покупками из Абхазии лежали в машине. Так что никто ничего не проверял. Никто ничего не отнял. Все зеленькое. Все будет дома кушаться. Как-то так. Ну, вот, ребята, я уже около поезда. Спустилась на лифте. Почему-то никто в этот раз не заходил на лифте. Все, как угорелые, бежали по лестницам. А я одна так спокойно доехала. И сразу практически мой вагон. Вот мой вагон. Очередь. Меня не запускают. Сказал, если электронная регистрация, то попозже. Подождите, мы должны что-то поднести. По билетам пока только пускают. Вот, хожу, хожу, показываю вам вокзал. Поезда. В смысле, вокзал показывала. Поезда. Люди берут. Так что, ребята, скоро я буду в поезде. Зашла, ребят, в вагон. Мне кажется, он получше, чем я ехала сюда. Но вот сидушки такие с маленькими ящиками. Не уместится мой чемодан. Придется под стол опять ставить. Сейчас я достану вещи переодеться. И буду стелиться, наверное, уже. Пока одна. Ну, я думаю, недолго мне, недолго мне быть одной. Смотрите, какие здесь. Сейчас покажу. Такая вот перегородочка у меня. Хорошо так. Тут все в шторочках. Здесь точно никого не будет. Я специально такие места, первое купе, выбрала. Потому что знаю, первое купе сбоку никогда никого не бывает. Тут белье всегда. В общем, буду сидеть, ждать своих соседей. Все, я переоделась. Сижу, жду. Три минуты до отправления поезда. Назад ехать не хочется. Назад с моря дорога еще тяжелее. Еще тяжелее, грустней. Сейчас вам покажу, как я тут приготовилась к своему двухдневному путешествию. Косметичка. Там у меня все, зубная паста, щетка, всякая ерунда, которая дороге нужна. Салфеточек большая упаковка. Расческа, зарядка. Я приготовила. Всегда она будет нужна. Очки. Такая у меня кружечка пластмассовая. Соль. Водички. Водички я мало запаслась. Потому что огромные у меня сумки. Еще и вода полтора литра. Это было бы вообще тяжело. Или у проводника. Надо бы покупать их в киоске на первой станции. Так что с водичкой у меня проблема будет на этот раз. В общем, жду. Все, тронулись. Как-то грустно мне стало. Пока, Альбер. Пока. Ребята, ну что, началось дорожное обжорство. На вокзале чуток перекусила. И тут не успели тронуться. Я сразу захотела чай и кекс это. Вы знаете, что я в этот раз забыла? Я обычно беру маленькая такая скатерочка у меня есть. Дорожная. Забыла. И скатерочку. И даже вот сейчас забыла салфетки обычные, бумажные. Чтобы постелить хотя бы что-то на стол. Не знаю, как я буду спасаться. Влажных, на влажных салфетках еду раскладывать. Это что-то не так себе идея. Ну, в общем, буду как-то перебиваться в этот раз. Все. Буду кушать и чай. Сижу, ребят. Застелила постель. Вот. Никого нет. Проехали уже Лазаревское. Теперь до Туапсе два часа ехать. Думаю, что в Туапсе зайдет полный вагон. Сейчас пока людей мало. Скажем, мало. Ну, думаю, точно в Туапсе заполнится. Друзья, у меня соседка теперь. Теперь мне не скучно будет. Подсела в Туапсе. Зовут вас? Наталья. Я Лариса. В общем, мы практически два дня будем вместе ехать. Иногда будем вам показывать, что мы тут делаем, чем мы занимаемся. Ну, в основном, наверное, будем завтракать, обедать, ужинать и гулять на станциях. Оставайтесь с нами, друзья. Друзья, вот и прошла одна ночь в поезде. Мы в Ростовской области. Станция Лихая. Станция Лихая, где когда-то у меня накричала женщина с киоска, что я снимаю цены. Ребят, холодно до ужаса. Просто ужас какой-то. Хочется плакать, что я скоро приеду в этот холод. Не хочу, не хочу холода. Не хочу, ребята. Рыбку продают. Ничего не хочу. Ничего не хочу. Хочу обратно в Абхазию. Немножко станции вам. Рыдона. Магазинчик. Наш вагон. Молодник. Мужчина. Собачка сидит около него. Я заметила, у нее одна работа. Господи, я уже заговариваюсь. Лапка больная, поджата. В общем, холодно. Иду, иду в вагон. Мы, ребята, все едем и едем. Смотрите, какие поля. Вспаханные. Распаханные. Что-то посадили, видимо. Все, не успели. Ребят, такое огромное поле подсумка было. Они уже черные все. Вот опять. Все черные, почернили, но их не убрали. Почему-то не убрали повязку от солнышками. Зато птички наклюются уже семечек воли. В этот раз, ребята, в вагоне полная тишина. Все спят. Ночь спят. День спят. У нас полвагона. Молодых ребят полицейских дней. В Первомайском селе. Прикрад Ростова. Куда-то мальчика везут. Видимо, белорусы потом через границу. Мальчики отсекаются. Мы приехали в Россош. Будет большая остановка. Очень длинная, сказал проводник. Немножко погуляем. Это наши ребятки. Полицейские переоделись курить. Выскочили. В одинаковых тапочках ребятки. Ну, холодно гулять. Холодно. А в Абхазии я звонила. Тепло. Тепло. Люди загорают. В общем, весело. Что вам еще показать, ребята? Нечего тут показывать. Мед продают всякие разные. Масло подсолнечное. Носочки вязанные. И все так уныло, печально и тоскливо. Без солнца. Без солнца. Очень плохо, ребятки. Очень плохо. У меня уже начинается депрессия. Ребят, мы, кстати, с моей соседкой Натальей весь день разговариваем о желаниях. О мечте. Она мне посоветовала никогда не думать о браку. Задумать то, что ты хочешь больше всего на свете. И даже записать на листочек. Ну, в принципе, сейчас Наташа вам кратко расскажет. Наталья. Всегда нужно думать о хорошем. Всегда нужно мечтать, чтобы точно знать, чего ты хочешь. Для этого может помочь карта желания. Где можно по секторам заполнить. Когда заполняешь, ты определенно знаешь, что ты туда приносишь. Свои желания. Так будет постепенно сбываться. Можно ее посмотреть. В интернете же, да? Открыть карта желаний. В общем, я заинтересовалась очень этой темой. Нужно прописать свои желания. И четко, точно знать, о чем ты хочешь. Тогда все будет работать. Вот у Натальи, например, получилось. Она мне рассказала о своих желаниях. Это секретик. Это секретик, но Наталья со мной поделилась. Так что я очень хочу тоже найти эту тему в интернете. Почитать. Пробовать всегда надо. Так что, Наталья, спасибо тебе большое. Встреча с вами была не случайна. Спасибо. А нас проводник угостил сухим пайком. Мы еще не знаем, что это там. То ли какой-то хлебушек жареный, то ли сухарики. Он сказал, пирожное это? Вот сейчас попробуем. Белорусский паек. Ребята, это сухарик сельденок такой вкусный. Придется опять пить чай. Я только что и пообедала, и поужинала, и чай попила. Придется с такими сухариками еще пить чай. Кстати, продавец... Ой, продавец. Наталья, я уже заговорила. Проводник только нас угостил таким сухим пайком. Мы ему понравились. Особенно Наташа. Девчонки, мальчишки, я же вам не сказала. Мы едем только вдвоем. Полочки у нас пустые. Я вообще подняла свою полку. Наташа, красотка, сидит. Это наш вагон. Вот там мальчик собирается, милиционер куда-то на прогулку. Сейчас станция будет. Дядечка спит. Спит? То есть не спит, уже проснулся. У нас солдатики теперь появились. И милиция, и солдатики. Москва, не прочитала. Меретинский курорт. Меретинский курорт. Куда же солдатиков гонят? Куда они едут? До какой станции бедные? Одеты так вот зимой. Не замерзнут они в этих башлатах на рыбе, меху. В общем, жалко, ребят, жалко. Видимо, до Белоруссии там через границу отправят их. Ребята, проводни двое суток без сменщика. Бедный, не выспался. Уставший. Пойду ему помогу, полы хоть помою. У нас с Наташей поздний ужин. Наташа решила это самое. Говорит, давай покушаем. Я говорю, одиннадцатый час ведь. Она говорит, ничего страшного. Ну, Наташи, да, ничего страшного. Она у нас худенькая девушка. Ну вот, в общем, у нас праздничный, вечерний и прощальный ужин. Ну, всего приятного аппетита нам. Я полы помыла. Наташа помогает белье считать проводнику. Вот так мы и живем, ребята, в поезде. Ну, пусть считает. А я немножко отдохну. Всем привет. Прибыл наш поезд в город Трянск. Мой любимый город Трянск. Мы прощаемся с Наташей. На время, на время. Девчонка, будем наглаждаться. Не прощаемся, а... Говорим друг другу до свидания. А ты уже слышишь, говоришь, что Наташа лежит. Проводник за кадром, но он не хочет сниматься. Он стесняйся. Стеснительный у нас. Стеснительный. Молодой, молодой. Ну, а на этом я заканчиваю свой ролик. Всем спасибо, что смотрите меня. И до новых встреч.